Что дальше будет с Россией, скажи? Я думаю, что русский народ останется, потому что у него 140 миллионов. Он будет меньше. Ну и там, неважно, он как-то большой народ. Он будет жить, на этих землях будет жить. Но это государство не будет представлять никакого веса в истории. Ничего оно не будет иметь. Может оно распадется на несколько государств. Вполне возможно. Но историческая роль, она закончилась. Ты думаешь, уже совсем закончилась? Убежден. То есть ты даже в чудо не веришь? Никакого в чудо. А какой мир? Нет, ну ты же в принципе, ты вот так вот, без этих современных ярлыков, ты же патриотический человек. Безусловно, ну я, да, хоть уже жива. Леша, но я же не слепой и не идиот, понимаешь? Это же не синоним, если я патриот, я должен быть идиотом, понимаешь? Я не идиот, конечно. Ну как, если я, например, из племени магикан, а пришли, да, я же не буду говорить, что, ты знаешь, магикане, вот они будут. Никогда не говорят, что они сейчас борются за деление штатов. Ну, может быть, они и борются, и мы тоже будем долго бороться. Мы можем воспринимать только в одном случае. В ближайшее время, если рухнет Соединенные Штаты Америки, и вообще мир перекроется, и будет какая-то большая боча. Ну, я в это верю. Может быть. Вот в это я думаю, что я думаю. Может быть, то есть какой-то, да, вот если развитие пойдет по этому пути, да, то у России есть шанс. В этом состоянии, в котором мы находимся, это станет реанимации, не смерть, так сказать, и не выживание, да, какое-то будет, есть прекрасная страна Нигерия, там 100 миллионов в Нигерии, у них нефть, лагос, 17 миллионов или 20, лагос, так же, как Москва, ну, победник, конечно. Ну, и что, наркотики, кланы, все, 100 миллионов Нигерии, это сверхдержава, ничего там быть не может. То есть, в локальном, в африканском масштабе, это сверхдержава, ну, и кто знает Нигерию. 15 долларов в любом аэропорту нигерийский паскор, ну, не в любом, а вот это, 15 долларов, и ты покупаешь нигерийский паскор. Все, ну, и что, и Россия такая же. Ну, то есть, вся вот эта вот возня, смена в вазе, да, это чепуха, все. Нет, ну, в Нигерии тоже смена в вазе, да, я так думаю, что, как-то сказать, не, я верю, наверное, в то, что придет человек, который, человек, причем, не группы лиц, а человек. А как он придет? А, ну, это уже тайна, я знаю. Извини, извини, его отстреливают на подход. Как он придет? Ну, его скрывают. Все. До тех пор, поэта сейчас, сейчас начинается. Нет, 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 это, я про... Кого, боже, боже, сокрытый имам есть. Нет, ну, может быть, он и есть, ну, почему нет? Ну, ты понимаешь, это же ведь, знаешь, должна быть партия какая-то, вот, как была партия, где был Сталин, да? Они устраивали эксы, они устраивали еще в начале 20-х века, когда не было никакой революции. Они уже были, это партия, группа людей. Ты знаешь, такую группу людей? Я не знаю. О них никто не пишет, их нет. Понимаешь, все эти эксы, которые... Может быть, они еще даже не знакомы друг с другом. Подожди, все, которые... Ну, вот, единственный Коваачков показательный процесс. Человек сказал. Единственный человек, я считаю, причем я не скажу, что это вот прям интеллигент, я его люблю. Нет, ну, есть человек, который сказал то, что на самом деле, мне где этот Коваачков сидит. Повел себя прилично. Ну, его не выпустят, все. Все, его не выпустят. Кто-то Коваачкова заводится, сейчас что-то приходит, там, да? Никто, его все забыли, этого Коваачкова. Очень, кстати, в армии любили этого Коваачкова, да? Ну, да. Ну, то есть ты без оптимизма, без оптимизма, да? Я не очень понимаю, что такое оптимизм, пессимизм. Я знаю, что такое объективная реальность. Ну, как, если видишь, вот это дерево-то в кадре стоит. Я же не могу сказать, что это будет паник, там, она все тут зарастет. Да никогда она не зарастет. Но я ее не полью завтра, она и заведет. Ну, да. То есть Россия, конечно, пережила себя. Ну, в той форме, может быть, в которой она сейчас существует. А, нет. Есть сильное, так сказать, государство, да, например, Австрия, Австро-Венгрия. Была Газбургская империя. Ну, я понимаю, с 18-го, кажется. Ну, мне довелось побывать в Вене. Я могу тебе сказать, что у них там с бытовой точки зрения все неплохо. Подожди, подожди, Леш. Ну, например, государство Монако, там, наверное, еще лучше живут. А, например, государство Бруней, Султанат, там лучше живут, поверь, чем в Австрии. В Бруней, да, Султанат, там очень богатые люди живут. Вот 400 тысяч нефти, это Султанат, но это никогда не играло в истории никакой роли. Не историообразующий народ, нация. Их полно. На самом деле, историообразующие нации, их не так много. Это немецкая, так сказать, нация, да, американская нация, это китайцы, индусы, русские. То есть их, может быть, там, ну, 6-7, ну, французы, ну, это тоже к немцам, может, причислено. Их не так много. А все остальные какие они, историообразующие нации? Они никто. Они просто никто, понимаешь? Ну, как птица Феникс выстает из праха. Ну, что выставать якутам, они никогда... Нет, не якутам, я тебе про нас с тобой. Я тебе про нас с тобой. У нас, знаешь, когда, а она же, собственно, и не была. Вот это движение, ведь на самом деле, история того сообщества, в котором мы пребываем, да, это история московского, московского ханства, или московского движения москалей, да, это началось с 13-го века, 14-й века, 14-й даже, скорее, да, 15-й века. Ближе всего мне то, что было до этого, конечно. Я очень люблю времена Владимира Мономаха. А на самом деле, Владимир Мономах, да, и Киевская Русь, да, то, что вот говорят хохлы, что они никакой... Андрей Боголюбского. Да, 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 но вообще вот та Русь, она к москалям, в общем-то, ну, крамольная вещь, выскажу, но она малая. Нет, ты не крамольная, ты, в общем-то, говоришь то, что думаю я тоже. Ну да, то есть это москвы, москаля это татарское образование, татарское название. Они были тупые совершенно, они были фанатичные в православии, да, они были грязные, грубые, жестокие, ужасно, да, но одержим вот этой сверхидеей, что, так сказать, расширение... И гнадобили святых, ну, в общем, да. Всех убивали, когда в Новгород вошли, да, еще при Иване Великом, это до Грозного, до Погода, при Иване Великом, что творилось, когда Новгород хотел в Польшу отдаться, полики его не взяли, да, нет хорошей жизни. Самои же пришли эти москвы, да что сделали, по деревням шли геноциды, просто вот, всех уничтожили в деревнях, это известный фронт, да, да, я знаю, да. Слышишь, просто ходили и убивали всех, просто надо всех убить, понимаешь, а прислали своих же диаконов, москвичей, да, москалей прислали, да, и по описанию вот этой воли Новгород, ну, Гонзейский, если хочешь, какой-то торговый, где Веча, там, все, да, все, сменили эти хмурые рожи московские. Ну, ты помнишь, самый критический момент, когда уже дальше падать было некуда, откуда-то взялись, не менее с Пожарским, ну, откуда-то взялись, Иван, это же нельзя забыть. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас даже нет улицы их именем названной, но, тем не менее, они-то есть в истории в нашей. Зато, что улица Солженица. Ну, есть. А, слушай, но я к нему, кстати, неплохо отношусь. Ну, и зря, он предатель. Ну, зря-не зря, я к нему предатель. Как ты сказал, нельзя сдавать загнивающие, а он не только сдал загнивающие Советский Союз, он на этом еще и карьеру сделал. Да вряд ли он ее делал, вот что. Я думаю, что карьера сделала его. Но я здесь романтично отношусь к нему, да. Да-да, он такой глупец был. Не знаю, ничего не знаю, Иван, правда, к Солженицу я отношусь неплохо. Хотя бы в связи с его взглядами на некоторые национальные моменты, вот здесь вот они мне близки. Ему позволительно, потому что это наш человек. Понимаешь, есть наши люди, которые будут озвучивать национальный метель. Вот, понимаешь, если ты будешь озвучивать, тебе нельзя, потому что мало ли как ты себя поведешь. Это поп-гафон, понимаешь, это провокация. Да один из них, это Солженицу. Но я тебе скажу, что это Гажминин и Пожарский. Да, действительно, понимаешь. Ну, кстати, поляки просто плохо разыграли свою карту. Что видите, да, принесли присягу Владиславу. Все, бояре принесли присягу Владиславу, просто он отказался от войти. Он посчитал, что Москва ему неинтересна. Потому что надо было переменять веру и просто, ну, что это фигня какая-то. А потом мы, так сказать, его и наковыли, да. Но дьявольское вот это стремление, фанатическое, оно было у Москвы. Но вообще я, например, понимаю, почему-то украинцы, да, и все остальные не очень долюбливают, так сказать, вот это образование, да, москальское. Потому что, ну, кто же потерпит эту власть? Деспотическую власть, да, бюрократическую власть, ужасающую власть. Ну, скажи мне, а как другой, а как другим путем объединить русские земли? Нет другого пути. Просто нет. Духом. Нет? Ну, ты не веришь. И империи все, у славян точно, да я тебе скажу, что и другие империи. Так славяне не случайно же звали. А что, оттаманская империя? Звали русскому случайно. Султанов, конечно, это все на завоевании. Подожди, а американская нация, она что, сложилась с духом каким-то? Нет, ты смотри сколько. Я тебе сейчас про Русь, про ту Русь, которую вот я люблю, которую, насколько я понимаю, любишь ты. На самом деле, поляки пытались тоже сделать какому-то почему-то столкновению, да, что речь посполитой Польши, она пыталась сделать то же самое. Центр это Варшава-Крагов, Литва и экспансия вот на все русские, так сказать, славянские земли, да. И второй центр это Москва. Москва и Новгород. Ну, Новгород потом Москва захватила. Вот у нас столкновение. И мы, так сказать, вот выиграли, да. Но сейчас это все закончилось. Понимаешь? Это все закончилось. И то, что был Советский Союз на 70 лет, он продлил существование Российской империи на 70 лет. Если бы не было большевиков, она бы развалилась еще в 17-м году. Точно так же, как развалилась Австро-Венгерская империя. Рухнула, нет же ее. То есть ты думаешь, что это миф, да, о том, что мы бы дошли до Босфора. Ты имеешь в виду социализм? Да. Да ты что, с ума сошла? Аграрная страна, ты что? Мы же проиграли на мировую войну. И это миф, взлет его экономического. Чушь собачья. Да чушь собачья. Но мы проиграли же войну. Ну да, будем откровенны. В Мазорские топи, сколько мы там положили, миллион. Мы просрали. Первая мировая война. Парадокс. Я так думаю немножко иначе, что ее просрали все, кто в ней участвовал. Вот как я думаю. Ну да, только французы получили контрибуцию. Охренелые. А сколько французов легло? Нет, ну это такой аргумент, знаешь, а на войне вообще-то умирают. Умирают. Почему умирают? Первая война, в которой умирали миллионы. Подожди, подожди. Подожди, ну и немцы умирали, и французы умирали, и англичане умирали. Но понимаешь, мы с тобой деремся. И ты в крови, и я в крови. Ну все-таки я тебе надавал, или ты мне надавал? Есть победитель. Победитель была Антанта, но без России. Когда оба при смерти, и один умирает раньше другого, то кто его знает, кто победил? Не скажи. Они хорошо на этом получили, французы. Они знаешь, между прочим, по Версальскому договору, что они имели, да, вот Антанта, что они... Знаешь, до какого года должны были выплачивать немцы им контрибуцию за Первую мировую войну? Вот как ты думаешь? Не знаю, я просто этого не знаю. Ну просто, ты как-то реально... Ну что ты... Ну как на 70, на 80? Ну угадал. До 80-го года. Ух ты, угадал, действительно. Ну это я угадал. Не, ну ты представляешь, это я... Ну ты представляешь, это же маразм. Представляешь, что это за люди, которые вот за войну, то сказать, и 80-е, значит, уже внуки там какие-то, и они вот выплачивают вот за... Ну евреям тоже сейчас выплачивают. Причем немцы, которые потеряли куда больше, чем евреи. Ну да, да, да. Это что же... Я понимаю. Не, ну мир несправедлив. Не, я все же верю в то, что вас станет птицей Феникс. Ну я верю. Понимаешь, вот смотри, например, при 30-е годы, когда делали сверхдержаву, да? Ты посмотри, какая наука. Да, даже вот в 80-е годы, да? Это высокие технологии. Ничего ты не сделаешь, понимаешь? Ты как вот в Нигерии. Ну что ты можешь сделать? Даже если ты захочешь ее делать. У нас нет желания ее сейчас, Россию, возвеличивать, да? Но даже если мы захотим. А как ты это сделаешь? Я вот не очень понимаю. Это же железная рука была в 30-е годы. Плюс приоритеты, когда люди шли в науку, да? Когда занимались тяжелой промышленностью. Целое поколение отдало свою жизнь, а то и два положило свою честь. Ну да. Чтобы сделать тяжелую индустрию. Американцы смеялись, что мы начали с тапочек, а закончили ядерные бомбы. А русские начали с ядерной бомбы, а тапочек не могли наделать. Ну извини, ну конечно мы не могли так, что надо было делать ядерную бомбу. Потому что весь мир был проамериканский, так сказать, а мы в холодную, да? Да, в холодную. Ну разве народ способен на эти подвиги сейчас? Нет. Я сам не способен. Зачем? Мне хорошо, я плесень. Мне хорошо живется. Чего? Зачем мне надо? Чего мне так? Тепло и сыто. Чего я поеду, так сказать, там? А ведь это миллионы должны так быть, чтобы делать, да? И сейчас они не... И сейчас просто народ глупый, глупый все время. То, что мы... Мне настолько лет расцлевать. Сейчас уже можно сказать, что выросло поколение, которое взросло на эти пространства. Безусловно. Вне всяких самов. На жвачках и кока-коле. Вне всяких самов. Да, на пелевине. Совершенно. Ну так а что ты хочешь? На попарте, на сороке. Да, да, да. Я причем сейчас не ругаю этих людей. И я лишь констатирую факт, что, в общем-то, это... Ну это полный привет. Ну да, конечно. То есть эти люди... Более того, что я сейчас это сказал, это ты понимаешь сам. Это вряд ли разделит там много народа. Побегут покупать очередное поколение П. Не, ну ты же понимаешь, что эти люди, вот, взращенные, да? При этом, не знаю, хорошо или плохо, опять же, без оценок, да? Ну они вряд ли будут сделывать ядерное оружие, да? Они вряд ли запустят Гагарина, да? Может, они хорошие будут ребят, они будут пить там пепси. Не знаю, колыть наркотики. Я верю, что они будут счастливы. Я только говорю, что они никогда не сделают ядерные бомбы. Может, это и хорошо. Да, может, это и хорошо, действительно, что ядерная бомба. Ну только американцы это делают. Да пусть они сделают. Да, ну так извини, но пока до сих пор миру... Есть мусульманская плетка. Разве? Ты посмотри, что сделали с Ливией. Где это мусульманская плетка? Ничего эти мусульманская плетка. Ну, смотри, они ее в Сирию сдали, приостановили ее в Лиге Арабских государств, да? И ее приостановили, членство. А что? На них только цикнули. Я тебе скажу, что доллар-то, ну, посильнее Аллах будет. Выходит, дело так. Это все так нам, знаешь, Аллах, Акбар. Чушь садача. А прилетят и все, и отбомбят, и ничего ты не сделаешь, отбомбят, как вот Ливию отбомбили, а все европейцы смотрят, и те же итальянцы, демократические, французы, где эти миллионы демократических людей, отбомбили чужую страну, и хорошо. Сербию отбомбили, вообще европейскую страну. Да более того, это братскую нашу страну отбомбили. Ну да, и мы сдали. Мы сдали, конечно, кто сдал, мы сдали. Кстати, вот Фидель, у него интересная статья была, до Ливии, за два, что ли, за три месяца, только когда начались события в Египте и в Тунисе. Фидель написал, у нас это неизвестно было, в гаванской газете он опубликовал, Лиза просто с испанского немножко переводила. Он тогда говорил, как только началось в Тунисе и Египте, он сказал, нет, удар будет по Ливии. Сейчас это как бы очевидная вещь, но, извини меня, за три месяца до событий это прогнозируют, то есть человек, конечно, обладает предвидение, да. И в той же статье он писал, что НАТО это мощнейшая, так сказать, сила, которой нет, никто не может оказать сопротивлением после крушения Советского Союза, да. И единственный момент был, когда могли еще, это сербы, Милошевичи, когда они два месяца бомбили и ничего, так сказать, не смогли сделать, да, и уже не могли вводить войска, потому что боялись потери боев. Вот если бы тогда давил Милошевич, а не сдал под, так сказать, влиянием Черномырдина, да, то могли дать по зубам НАТО. С тех пор они распоясались. Все, как только вот они выиграли, это все. Потом пошел Ирак, потом пошел Афганистан, потом пошла, так сказать, вот Ливия, да. Все, это будет. Это уже не остановить, они обнаглели, и все может. Ну, змей все-таки сожрет себя. Да? Ну, змей сожрет себя, да. Не, ну, когда-то все закончится. Ну, просто он, когда? Сто лет, двести, тысячу лет. Когда-то, конечно, все закончится. Поживем и видим. Поживем и видим. Ну, я все-таки хотел бы, знаешь. Не, я тоже хотел, но я, может быть, даже хотел бы больше, чем ты. Может быть, потому что ты постарше, и ты, ну, собственно, здесь обсуждать нечего, да. Ну, просто я вижу, что. А где посылки? Ну, может, ты сейчас транслируешь как раз ту самую эмоциональную депрессию? Все-таки, как писатель, тебе может быть свойственно это. Ты понимаешь, о чем я, да? Ну, ну... Общенациональное чувство какое-то, которое ты просто транслируешь. А я просто вижу, что на самом деле в депрессии-то я нахожусь. Так я тебя про тоже сам. Да, я нахожусь. На самом деле, обыватель наш, он в топ-посте находится. Может быть, он просто не понимает, что он в депрессии? Это тоже может быть. Может быть, но просто, я не знаю, есть депрессия у собак? Ну, наверное, у собак есть какая-то грусть там почему-то, да. У тараканов есть депрессия? Я не знаю, как это. Я не знаю. Я не знаю. Ну, то же самое, человек ходит, покупает в супермаркете, что он там смотрит телевизор, смеется, ходит на работе. Пойди, попробуй назвать его тараканом. Не, ну, какая его может быть депрессия? Что, он там за Россию болеет? Чушь, собак. Он обыватель, а все, и ничего, и быть не может. Но и лидеров нет, понимаешь? Лидеров нет. Ну, конечно, лидеров нет. Либо они пока спрятаны. Я верю во второе. Сокрытые мало.